Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссер Николай Слепцов-Айдын и я, ведущая, Любовь Петрова. Вчера, 27 апреля, наша республика торжественно отметила 100-летний юбилей ЯССР, 100-летие нашей государственности, автономии, но праздничные мероприятия не завершаются одним днём. Год праздничный, год юбилейный, и поэтому сегодня мы будем говорить о мероприятиях Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, посвященных этой юбилейной дате. И представляю гостя в студии у нас главный библиотекарь научно-методического центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Анна Степановна Туварова. Здравствуйте! Здравствуйте, Любовь Дмитриевна. Спасибо за приглашение. Также приветствую наших коллег и наших жителей, гостей нашей дорогой, драгоценной, любимой республики. И поздравляю с праздником, с таким знаменательным столетием нашей республики. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, можете звонить и задавать интересующие вас вопросы нашей гости. Ну вот надо сказать, что республика наша была образована в 1922 году, а Национальная библиотека чуть-чуть позже, в 1925 году. Вот так вот параллельно шло развитие и библиотеки, и нашей республики. Если немножко рассказать, все равно про историю, я думаю, нужно будет, да, как образовывалась наша республика. Начало автономии было еще положено в 1917 году, когда Максим Кирович Амоссов, тогда ему было всего лишь 20 лет, представляете, да, 20-летний молодой парень. Вот сейчас кто бы смог так поехать в Москву и сказать, что автономия нашей республики, нашей Якутии, нашему народу якутскому, очень важна и нужна для самоопределения. И это будет средство для защиты интересов якутской нации. Вот так он начал первые шаги к становлению нашей автономии. И потом Платон Алексеевич Аюнский также к письме Максиму Кировичу Амоссову из Томска в 1917 году, 21 сентября, тоже отметил, что если не сейчас, то когда добиваться самоопределения и автономности в деле национального культурного возрождения надо вот именно сейчас, переломный момент. И как раз таки всем, наверное, мы понимаем, что переломное время, если выстрелить, да, можно так сказать, какие-то хорошие идеи, можно очень хорошо подойти с умом, собрать хорошую команду, то вот как наша автономия, получится очень хороший такой результат. И таким образом они начали. И, конечно, работа проводилась колоссальная, огромная. Это не один раз поехать рассказать, и всё согласовано. Хорошо, вот вам автономия. Такого не было, конечно. Конечно, это было затрачено много времени. С 1917 по 1922 год работа велась нашими дорогими, уважаемыми братьями, соратниками, ну, уже основоположниками, да, автономии. И в 1919 году была создана Башкирская АССР, в 1920 — Татарская, в 1921 — Горская, Дагестанская, Крымская. И таким образом к моменту становления, образования Якутской республики был уже создан такой ряд национальных республик. И 27 апреля, в 1922 году президиум ЦИК РСФСР принял постановление об образовании ЯССР. И очень долго обсуждались тоже границы, да, Якутской, да, ЯССР, что войдёт, что не войдёт. Всё-таки сейчас нужно отдать должное. И все, конечно, благодарят наших Максима Кировича Моссова, Платона Алексеевича Юнского, и всех, кто работал в составе этой группы, что за нами закрепились такие огромные и большие границы. Да. И просто было отстаивать. Конечно. Да, потому что вот эти промышленные районы хотели забрать. И всё-таки вот этот вот северный, там, где Нилькана, Ян, всё-таки отдали. Это же тоже была территория Якутии. Да. И население на тот момент составляло всего 290 тысяч человек. И, как говорил Максим Кирович Амоссов, да, мы должны увеличивать население, население, именно коренное население Якутии, стремиться к образованности, чтобы в каждом доме люди умели писать и читать. В то время, конечно, с этим были большие проблемы. Поголовная безграмотность была. Совсем мало людей читали. И вот потом, после образования автономии, в 25-м году, да, 14 сентября, было принято постановление расширенного совещания при Совете народных комиссаров для СССР о создании Якутской государственной национальной библиотеки. И с 25-го года, вот с сентября, наша национальная библиотека уже начинает свою историю уже. И в 25-м году нам будет 100 лет, да, тоже очень большая, огромная дата. Солидная дата, да, солидная. И сейчас, конечно, библиотека меняется. Вот на протяжении почти векового своего периода она много изменений претерпела. И, несмотря ни на что, библиотека есть, жива. И, надеемся, еще через 100 лет также наши потомки будут отмечать 200-летие библиотеки, республики. Конечно, библиотека – это же хранилище знаний, культуры, опыта народа. Как сказал Белинский Виссарион Григорьевич, библиотеки – это сокровищницы нации и мира. И мы с этим соглашаемся. И основоположники нашей республики тоже видели в будущее в том, что если якутский народ будет читать и писать на своем родном языке, то будущее будет обязательно светлое, и обязательно будут все образованные, то есть развитие нашей республики будет положено. И открывали много ИСП Читалин, и много открывали тоже для детей доступ. Да, но начинали с ликвидации безграмотности. И вот, да, программа Литбез тоже очень хорошо работала в нашей республике. Вот благодаря тем светлым умам, нескольким людям, которые, да, пожили. А сейчас вот наша республика считается самым читающим регионом в России. Даже не в своем регионе на Дальнем Востоке, а в России. Вот какой огромный скачок произошел за эти сто лет. Да, если вот так сравнить, сто лет назад, если практически поголовная безграмотность, и сейчас, через сто лет, чего мы добились, да, Якутия стала самым читающим регионом в Российской Федерации. Флагман. Да, но кроме этого развивается и образование, и высшее образование, и наука развивается, и культура, и искусство развивается. Конечно, и библиотека является хранителем всего вот достояния, и печатные, мы их называем редкий фонд, да, редкий книжный фонд. Это книги до революционного периода у нас хранятся, приглашая также наших слушателей, корожан и гостей посетить нашу библиотеку, посмотреть своими глазами вот на те периодические издания, газеты, которые хранятся, прочитать их статьи опубликованные. Там очень интересно, если прочитать, можно, это как окунуться в историю, это как окно в историю того периода, того времени, как открывались какие-то магазины, лавки, произошли какие-то инциденты, там очень интересно прочитать. И ещё раз приглашаю, приходите. И сейчас, конечно, библиотека меняется, меняется, время идёт, и библиотеки не могут. — Да, в 90-м году вы стали, вначале вы были библиотекой, а в 90-м году вы стали национальной библиотекой Республики Саха-Якутия. — Был присвоен статус в 92-м году национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. И сейчас мы по праву называем себя главной библиотекой республики Саха-Якутия, потому что мы хранители вот такого большого достояния. Мы курируем работу всех библиотек нашей республики, а их у нас 500 с лишним библиотек. И курируем всю работу, собираем все отчеты. Привет, коллеги мои дорогие! И со всей республики отправляем в Москву. Сколько фондов сейчас в национальной библиотеке? В национальной библиотеке очень большой книжный фонд. Сейчас второе книгохранилище открывается, и трансформация библиотеки идет. Библиотека переформатируется. Сейчас в мае месяце закрываемся на ремонт до сентября. И в сентябре будет открытие библиотеки нового формата. Там полностью будет сделан ремонт. Вы, как помните, библиотеку национальную, да? Заходишь, там был зал каталогов большой, сейчас этого уже нет. Там на втором этаже у нас кофеточка есть, кофейня, где люди могут посидеть, почитать. Сектор электронных услуг работает как МФЦ. Приходят люди на все функции МФЦ. То есть библиотека тоже совместно работает. Госуслуги. Госуслуги. И на третьем этаже у нас будет формат такой, который называется «Свободная библиотека». То есть это читатели смогут прийти, одолжить любую книгу, почитать или купить. Ну вот вообще совершенно новый формат. Поэтому называется «Свободная». Там, конечно, будут отдельные зоны тишины, где можно будет посидеть одному, позаниматься. И шумная зона так называемая, где в библиотеке уже никто шикать-шикать не будет, что нужно придерживаться тишины. Вот как раньше все привыкли. Мы проводим очень много социологических опросов. И дети говорят, что образ библиотекаря – это такая бабушка в солидном возрасте, которая строгая и следит за тишиной. И сейчас вот эти все стереотипы меняются, и мы хотим сломать такое общественное мнение. Ну и люди уже начали понимать, что библиотеки меняются. Ну и здание же, можно сказать, вот это вот, где у вас исторический зал, там само здание, историческое здание, да? Это еще же Лишевичем построено это здание. Да, это здание подвергалось ремонту косметическому. Ну, дорогие друзья, режиссер нам говорит, что все, мы сейчас прерываемся на рекламу. После рекламы мы вернемся и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня». И сегодня у нас в гостях главный библиотекарь научно-методического центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Анна Туварова. И мы говорим о юбилейных мероприятиях библиотеки к столетию ЯССР. Мы в прямом эфире. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Ну, Анна Степановна, вот скажите, какие у вас мероприятия запланированы были? Уже, наверное, уже какие-то мероприятия уже прошли, а какие-то уже еще планируете? Конечно, как и во всех организациях, у нас были запланированы около 50 мероприятий, крупных, посвященных столетию ЯССР. И мне бы хотелось сейчас подробнее рассказать про проект «100 интервью о будущем Якутии». Этот проект был инициирован нашей библиотекой при поддержке госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия. То есть мы вдохновились столетним планом, да, великий столетний план Платона Алексеевича Юнского, нашего писателя, философа. Как сейчас уже говорят, он был непростым человеком, да, был шаманом. И как он увидел вот будущее через сто лет... Как государственный деятель. Основоположник тоже нашей республики, автономии. И как он увидел в своем произведении «Какой будет Якутия через сто лет», вдохновившись этим произведением, был рожден проект «100 лет о будущем». «О будущем Якутии». И этот проект, да, дают 100 человек интервью, видных государственных деятелей, философы, ученые, экономисты, общественные и государственные деятели в формате виде интервью размышляют о будущем нашей республики. И все собранные в виде интервью на двух государственных языках, на русском и на якутском, у нас уже доступны, опубликованы на портале 100interview.rf. Можете тоже наши зрители, телезрители, радиослушатели открыть этот портал. Пишите 100 цифрами interview.rf. Это все слитно. Interview.rf. И там опубликовано у нас 67 интервью, и вот до 100 осталось совсем немного. Немного. Ну а если вот как бы проанализировать эти интервью, вот какое будущее вырисовывается вот согласно этих интервью? Ну, там люди говорят, что вот, например, Васильев Антон Анатольевич, да, хочу, чтобы молодежь чтила свою родную республику. Это молодой председатель молодежного парламента, молодой человек, да, при государственном собрании Илтумен, член общественного совета при Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Российской Республики Саха-Якутия и ведущий эфирного вещания НБК Саха. То есть ваш коллега, да, получается, и руководитель творческого объединения Аяр при НБК Саха. И он говорит, что вот, чтобы молодежь чтила свою республику, любила республику. Там очень хорошее есть интервью Мандар-Ус, учеников Хангаласской, Чаркасской школы. И, ну, в общем, нужно посетить, рекомендую посетить этот портал, посмотреть. Там видео не такие большие, не часовые интервью. И советую всем посмотреть. Если будут какие-то рекомендации или захотите сами поучаствовать, то можно там на почте написать, там указана почта. Мне кажется, каждый житель хочет сказать, да, вот свое слово какое-то, свое видение. И также и сотрудники нашей библиотеки, и я были в составе команды. И ездили по всей республике вот в рамках вот нашего столетнего плана развития. И хочу показать, да. И этот портал тоже, сайт уже работает, Япутия-21-22. Там опубликован текст, собранный со всех УЛУСов, районов нашей большой республики. Какой будет, видят ее простые жители республики. Если говорить сейчас вот с то интервью, это видные государственные деятели, философы, экономисты, ученые. А там уже мы ездили по всей республике и собирали данные, брали интервью в формате коммуникационных сессий у обычных жителей. Какое они видят, какая сейчас есть проблема, какую проблему они бы хотели решить. И очень хороший материал собран. Тоже рекомендую всем, кому интересна судьба дальнейшая нашей республики, внести свой вклад какой-то, посетить, поставить лайк, как сейчас модно. И внести свои предложения. Да, предложения обязательно. В письменном виде даже бабушка из Хандыги написала рукописный текст большой на трех листах. А4, и мы его оцифровывали. Там были хорошие замечания, предложения, и какой она видит республику. И, ну, конечно, если, в общем, говорить, то многие надеются на IT, на экологию, да, чтобы сохранить экологию. В Чуропчинском Улусе говорили про то, что уже идет таяние вечной мерзлоты из-за этого. Ну, туда нужно поехать, посмотреть, конечно, поездить по республике. Это тоже был такой хороший шанс увидеть своими глазами большую нашу необъятную республику. Ездили, летали наши ребята из нашей команды на севера. В общем, во все районы отдаленные успели съездить и собрать информацию. И вот последние три сессии у нас проходили в онлайн-формате. И вот таким образом, и нас специально обучали. Был коуч из Москвы, Москвы, Денис Коричин. И вот методологии он нас обучил, и команда из ста модераторов. Мы ездили в 100 лет республики, 100 модераторов, 100 интервью. Через 100 лет, да? Да. И какое будет видение вот через 100 лет. Поэтому рекомендую посетить и этот сайт, да, якутия2122.ру, и 100интервью.рф. Это уже проект национальной библиотеки. И вот авторы и создатели проекта 100 интервью о будущем Якутии передают большой привет и тоже призывают посетить этот сайт, портал. И еще в рамках тоже столетия нашей республики в сквере национальной библиотеки, да, вот историческое здание, кирпичное. Это называется историческое здание. Да. И во дворе этого исторического здания будет арт-объект установлен в третьем квартале с якутскими буквами, пять якутских букв. Херунг. Это если перевести прямой перевод на русский язык, так, поразитесь, да? Херунг. Буква Х, Р и Унг. То есть это будет такой большой красивый арт-объект, и там будут скамейки с USB-порталами, где могут наши гости, жители республики, города прийти, подзарядить свой телефон, увидеть в отражении этих пяти букв себя, и, то есть духовно и как-то культурно обогатиться. Там будут проходить у нас мероприятия, и сейчас мы очень ждём, когда у нас всё это запустится. Благодарим спонсоров данного проекта. И проект вообще инициировали активисты Творческого объединения культура Якутии в составе художников, писателей и общественников, которые занимаются продвижением якутской культуры и языка. Сейчас очень остро стоит проблема среди детей, среди молодёжи, сохранения нашего языка якутского. Потому что многие дети уже не говорят на якутском, на чистом якутском языке. Даже сейчас мы иногда в разговорной речи говорим-говорим, и, казалось бы, говорим на якутском языке, а получается, что говорим смешанно. Переходим на русский. Переходим на русский или, как в народе говорят, по «багнайды» говорим некоторые слова на русском, некоторые на якутском, либо якутские слова коверкаем, и получаются какие-то гибридные слова. Поэтому эта проблема стоит остро, конечно. И над этим библиотеки тоже работают. Благодаря соцопросам эта проблема тоже была выявлена. Мы проводим много круглых столов на эту тему. И много проектов по сохранению якутского языка и вообще языков малочисленных народов севера. У нас проводятся также различные конкурсы, мероприятия, чтобы как-нибудь попытаться сохранить язык и любовь к чтению. Вот через чтение, мы надеемся, через качественное, хорошее чтение именно якутской литературы, классиков, сохранить наш язык. Ну, это большая работа, конечно, работа с семьёй, с родителями, с бабушками. Родители и бабушки называются у нас руководители детского чтения. Но эта проблема в основном характерна для города, для городских детей. А вот дети, которые живут в сельской местности, такой же проблемы нет? К сожалению, такая проблема есть. Потому что, да, сейчас уже пошли дети поколения ютюберов, зумеров, как сейчас говорят. И я тоже была удивлена, когда я поехала в свой родной посёлок спустя там продолжительное время, да, и услышала, как дети разговаривают на русском языке. Тоже была удивлена. А потом мне родители сказали, что постоянно смотрят дети ютуб, телевизор, и на этом учатся. Если даже родители разговаривают на якутском, дети отвечают на русском. Вот такое интересное замечание сейчас идёт, что дети, оказывается, сами уже переходят. Ну, билингвисты все мы, да, наше поколение. Но мы как-то больше разговаривали на якутском и на русском тоже чисто. А сейчас уже, получается, дети... Ну, сейчас видите, очень много средств коммуникации, да, действительно. Дети уже всё смешано. И некоторые дети уже на трёх языках. И на английском, на русском, и на якутском. Из-за этого вот качество разговора, качество письма якутского языка уже падает, конечно. Дорогие друзья, сейчас мы прерываемся на очередную рекламу. Через две минуты мы вернёмся в студию и продолжим наш разговор с Анной Туваровой. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И сегодня гость студии, главный библиотекарь научно-методического центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Анна Степановна Туварова. И мы в прямом эфире. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Пожалуйста, звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Вот, Анна, мы с вами говорили как раз о чтении, да, о необходимости детского чтения. Вот в библиотеке создан же, да, центр чтения, центр детского чтения. Вот об этом. Национальная библиотека имеет свои филиалы. Один филиал у нас находится в селе Чапаева. Это первая библиотека первого президента, да, Михаила Ефимовича Николаева. И вот филиал ДТК «Центр чтения». Он сейчас переименован «Центр детского чтения» в ДТК «Центр чтения». Это ДТК, это расшифровывается как «Детская точка кипения». Это будет совершенно тоже новый формат. И надеемся открыться тоже в сентябре, в октябре, в четвертом квартале этого года. Это первая в России детская точка кипения. Я непосредственно сама курирую работу детских библиотек республики. Их у нас по итогам 2021 года 38 специализированных. То есть библиотеки, которые называются «Детская библиотека». И это не те библиотеки, которые при школах, да? Это, да. При школах это школьная библиотека, это Министерство образования, а мы Министерство культуры. Совсем отдельно. Да, совсем другие государства, но мы совместно вместе работаем со школьными библиотеками. У нас есть совместные проекты тоже по сохранению функциональной грамотности среди детского населения нашей республики. И функциональная грамотность. Ну, вообще грамотность у нас, к сожалению, хромает, да, как показывают результаты социсследований. И интерес к чтению у детей есть, но не такой уже большой, как 10 лет назад, 7 лет назад. Интернет заменяет. Да, очень много развлекательных программ. Но всё-таки есть такие дети, которые предпочитают больше чтения. Это тоже нужно отметить. И интересно, да, казалось бы, век цифровых технологий, цифровизации, автоматизации всего. Дети всё равно стремятся. Ну, вот понимающую. И нужно сразу сказать, что у этих детей, какие родители? Родители, которые понимают, что будущее за чтением. Есть такая цитата. «Те, кто читает книги, управляют теми, кто смотрит телевизор». И в своём опросе, когда я перешла из библиотеки Белинского в национальную библиотеку, в Центр детского чтения, я провела опрос среди детского населения республики вообще про отношение к библиотеке, какой они хотят видеть библиотеку и образ библиотекарей. Вот там многие подчеркнули то, что ранее было сказано. И вообще про роль чтения и согласны ли они с этой фразой. И, конечно, большинство сказали, да, но это читающие дети. И были такие, которые написали совершенно неправильно, чтение нам не нужно. Вот благодаря телевизору мы будем развиваться и развитие будущее за телевидением. Да? Даже за телевидением, а не за интернетом, да? Да, и вот такое замечание тоже. Это было совсем парочку, но такие, которые запомнились. И надо сказать, что родители, если поймут, да, читающие родители, читающие дети. То есть, если родители будут заниматься со своими детьми, чтением, понимать роль и важность чтения в развитии ребёнка. Когда ты читаешь, у тебя же работает мозг, можно сказать, полностью. И воображение работает у тебя, и глаза. И если ты вслух читаешь, ещё больший эффект там получается. Речь тоже связана же с мозгом, да? Когда человек читает, и у него развивается лучшая речь, развивается. И мы за традиционные книги в детском чтении. И многие родители тоже это понимают. И по опросам среди родителей, что традиционная книга, она больше прививает любовь к чтению. И эстетично, и красиво. Очень много хороших книг. Ну, детские книги, конечно, они же все очень красочные, хорошо иллюстрированы, прямо как игрушка. Да, и дорогие родители, если вы любите читать своим детям, то не покупайте книги, ходите в библиотеки, бесплатно одалживайте. У нас почти во всех библиотеках республики есть книжные новинки, которые сейчас очень популярны, популярных авторов. И поэтому призываю и периодические издания. Периодические издания — это у нас газеты, журналы детские, тоже очень хорошие, развивающие. Периодические издания наших коллег, «Колокольчик», «Белембол». Они сейчас переформатировались тоже, и очень интересно читать. Ну, очень важно также классику читать, да? Вот, кстати, мы переходим к нашему конкурсу «Живая классика». Да, вот «Живая классика», про это мы с вами тоже говорили. Это большой всероссийский конкурс, где победители, вот, дорогие родители, послушайте, да, если вот купить путевку в Артек не предоставляется возможным, да, вот среднестатистическому населению республики, России в целом, а так, если ребенок ваш любит читать, вы привьете любовь к чтению, к классике, и ребенок будет участвовать в этом конкурсе, победит, то он получает бесплатную путевку. Разве это не здорово? Да, у нас от республики трое детей, да, вот поедут уже. Да, нынче уже поедут. И будут защищать честь республики на всероссийском этапе. Это очень здорово. И сейчас я бы хотела рассказать тоже про один конкурс, который проводит, вот, филиал, да, детская библиотека «Символы Якутии». Это у нас уже проводится шестой раз, и посвящена будет, естественно, юбилейному мероприятию. Цель – привлечение интересов детей к изучению истории родной республики и чтению краеведческой литературы. Вопросы там будут сформированы согласно возрасту детей, участников. Это первая категория от 8 до 10 лет, и вторая категория от 11 до 14 лет. Там будет всего лишь 10 заданий. Это 9 вопросов тестовых на знание истории. И 10 – это сочинения, которые требуют, ну, развернутого ответа. И победители будут тоже награждены ценными призами. В шестой год мы проводим это мероприятие, конкурс, и с каждым годом участников становится больше и больше. И хотелось бы, конечно, рассказать ещё про детские библиотеки. У нас в республике 38 специализированных в 2022 году. К сожалению, их количество уменьшилось на 2, потому что в городском округе специализированные две детские библиотеки были переформатированы, а не как уже общедоступная библиотека. Но мы знаем, что каждая библиотека обслуживает детское население. И таких библиотек у нас 347 библиотек, которые обслуживают детское население. И вот благодаря детям, детскому чтению, все библиотеки выполняют свои планы. У нас есть планы, да, госзадания, мунзадания. Выполняем планы. И благодаря детям мы стали читающей республикой, читающим регионом. Да, поэтому, дорогие слушатели, дорогие зрители, всем нужно задуматься. Будущее, какое будет, это зависит сейчас от детей, которые сейчас пока, казалось бы, маленькие, но они будут делать будущее. Каковой будет республика через 100 лет? И благодаря чтению, я сейчас говорю не только как библиотекарь, не только как методист, да, а вообще как родитель, как житель нашей большой необъятной республики, что будущее все равно будет за людьми, которые умеют думать и анализировать. А это умение развивается благодаря чтению. И критическое мышление тоже благодаря чтению. Если мы будем читать, анализировать и прививать вообще любовь к бумажной, традиционной книге, к электронной книге, то будущее у нас, надеюсь, будет очень светлое. Ну вот даже смотря по результатам конкурса, победителями конкурса становятся дети, да вот по живой классике даже, если судить, дети, которые рано начали читать. Не в 7 лет, когда, а уже в 3-4-5 лет начали читать. Да, и этому тоже, вот первый это родитель, который знакомит, бабушки, дедушки, вот ближайшее окружение, да, либо, если вы хотите, но сами не можете, да, за неимением времени, дорогие родители, приводите детей в библиотеку. У нас очень хорошие библиотекари, которые умеют работать с детьми. Чтобы работать с детьми, это должен быть особый склад ума. Нужно знать психологию детского возраста, как общаться с детьми, как с мальчиками, с девочками, и там индивидуальный подход, в общем, нужен, и этим всем обладают библиотекари. И какие книги предлагать к тому или иному возрасту. Вот это всё, конечно, наши библиотекари умеют очень хорошо. Ну и в завершении ваши пожелания у нас полминуты осталось. Дорогие наши телезрители, слушатели, призываю вас полюбить чтение. Если вы любите чтение, то, пожалуйста, приходите в библиотеки, приводите своих детей, внуков, племянников, и будьте всегда здоровы, вот несмотря на всякие ограничения. Будьте здоровы. Да, сейчас уже ограничения сняли, да? Прививайтесь и читайте. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова